все в целом больше нас ничего не интересует погнали ролить новые игры великолепные шикарные замечательные игры летс го спасибо за 30.1 ну ты ссыкуха маленькая так что такое выполнен adventure land xl охуенно время прохождения 1 час охуенно это меня устраивает так это платформер или что это такое ранний доступ правда написано еще глянем это какая-то хуйня что это такое вообще это какой-то текстовый квест что ли adventure land xl и за синглплеер конверсей шинал adventure game редакс более открыто типа какое-то переиздание игры 1978 года что ли ёбень-бобень-барабек игры с ранним доступом реролятся или проходятся в зависимости от ситуации если игра завершена сюжетно то стример имеет право взять ее на прохождение имеет право а имеет право и не взять судя по всему да пуф и короче реролим реально но это это типа у нас сложно будет очень разобраться как мне кажется но она бы не проходила сейчас мы бы зашли в тупик и засели бы часов на 15 я думаю ну не на 15 но короче залупа полная была бы я думаю не факт что сейчас что-то хорошее будет конечно вейст клинер так 26 оценка смотрим что это такое игра про уборку токсичных отходов каких-то 25 уникальных левелов жидкостная симуляция в реальной и в реальное время но походу норм тема чем могу сказать пром 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 лучше бы взял тот квест не знаю хуй знаю щеки лучше бы взял тот квест где все на английском и хуй поймешь что прописывать нужно не знаю не уверен так ну давайте смотреть что это такое играется ли она вообще чем вы два фпс м мисс коде да с кем я имею дело это неважно сейчас произошел пиздец и как я могу помочь вы должны решить эту проблему ладно я в пути найс брать руками нельзя зато можно водицей у написано по-русски опасно нифига вейст контейнер ой бомбушки а как я вообще успевать ты должен то есть мне нужно засевить 4 бочки не просто если честно самое занятное что там все это время тоже бомбы типа ну горят и они взорвутся по всему скоро нет тихо бля игра-то будет походу тяжелый гайс если это третий левел такой ну допустим еще одну бочку да нужно вы представьте если облажаться не успеть взорвать те бомбы то придется начинать этот ёбаный уровень сначала это же пиздец вообще кто додумался такой механики ну это просто сука какая-то создала эту хуйню просто мразь это пиздец бля эти бочки вообще никак не покатить нормально они катятся абсолютно рандомно и что вот я должен рестартить теперь заебись ебать какое говно выпало просто кал я думаю что стоит благодарить бога хотя бы за то что в этой игре нет раздражающих звуков то что мы все слышим оно не раздражает слуха оно в целом приятно для восприятия да поэтому это уже хоть что-то провести здесь 99 часов будет не таким уж и адом все пройдено нет как нет как нет а как нет то блять да в смысле сука как не пройдено пиздец что за обман хорошо получается хуйня какая-то реролл игра непроходимая она забагована и непроходима чоке вы ищете скрытый смысл там где его нет я думаю скрытые платформы какие-то невидимые выходы блять в этой игре серьезно в этой игре не стоит строить какие-то теории знаете безумные блять чоке если вы не уверены купить эту ебучую игру и пройдите сами для уверенности вот что я вам скажу пройдите наслаждайтесь седьмой уровень кайфуйте от него я два раза прошел мне нихуя не засчитала все я реролю понятно вам понятно а а гиг файтер безумная викторина которая проверит ваше знание фильмов игр комиксов и мемов нихуя себе жесть ну тут кстати вопросы про ретро игры походу какие-то ахахаха шесть так давайте сейчас посчитаем сколько это тысяча семьсот восемьдесят четыре а ну вот видите здесь типа вот как идет карта сначала с арифметическими вопросами потом интеллектуальные вопросы а потом комбинация всего ну окей давайте смотреть давайте думать бля хуйня а быстрее хуярим нет сука не повезло что я поплыл в конце так хорошо шел но в конце поплыл так все не отвлекайте у меня в голове ваши блять вопросы которые затмевают вопросы из игры математические сука кто выстрел огромную пасту кто выстрел даркел бле я отвлекся краем глаза как звучит фамилия самой популярной богатой семьи из gravity falls ахуенно блять вопрос из мультиков говна ну ладно мультики может не говна а хорошие мультики но я их не смотрю что есть основателем Pixar не знаю спилберг нет не спилберг а кто разве кто-то из них вообще является основателем пиксара Lucas наверное тогда из чего состоят волосы принцессы жвачки персонажа времени приключений из жвачки ну не это было бы слишком просто из маршмеллоу наверное сука реально из жвачки вот крыса тварь это должно быть решено крути спасибо большое сэддак за 500 спасибо огромное спасибо чуваки что заполнили колесо давайте крутить тогда его так ну шо ж крутим хорошее событие мутим годноту пожалуйста только не какой-нибудь кал и так много кала было на этом отрезке опять ролл судьбы опять сука блять да как так то опять выпадет dragon age 2 наверное теперь придется проходить да что ж такое подкрученное колесо какое-то чуваки быть такого не может не знаю не знаю ха 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 найс вариант это другой вопрос был или чё или я был наёбан так важный давайте 35 лет окей 35 ну не может же ей быть 45 и реально 45 лет было ей было 45 лет и она играла 11-летнюю чего нахуй как как это возможно а как она выглядит вообще погодите актрис дайте загуглить даже актриса актриса из гарри поттера которая играла на 11-летнюю в 45 лет что это вот эта девочка-призрак которая в туалете была жесть ну вот это типа она не выглядит вообще ну грим наверно плюс ну да ну вообще да тут вообще реально вот типа без грима если смотреть но все равно у нее такое лицо миловидное достаточно ну она не выглядит на один след конечно но все равно НАЙС ээээш что далее это? что далее? Все, прошли игру Ой, жесть, я что-то устал Так, ну ладно Пройдена замечательная игрушка Под названием Geek Fighter Она называлась Редактор субтитров А.Семкин